привет друзья мои с вами снова джексон и мы возвращаемся с вами и выживал под названием endzone world apart я маленько подождал что прошло побольше времени чтобы ну скажем так что было что показать что у нас произошло во первых опять засуха но это хрен с ней перри засухой целый год шли очень сильно загрязненные дожди прям очень сильно и у нас довольно сильно поднялся уровень радиации то есть у нас теперь полностью поселок стоит на зеленом поле рядом есть зоны с желтой радиации то есть со средним уровнем радиации это не есть хорошо это будет влиять насколько я понимаю на самочувствие всех вообще поселенцев на их здоровье и так далее поэтому с медикаментами надо быть готовыми но у нас медикаментов как видите прям можно попкой кушать это все дело поэтому об этом мы не паримся так я хотел поставить углежоговую углежоговую потому что как помните мы ее снесли чтобы разместить здесь наши пункты переработки но пункты переработки как видите я убрал поэтому место сейчас для углежоговой появилась это у нас такая своеобразная промзона поэтому она будет стоять именно здесь да видите теперь у нас перед строительством нужно дезактивация почву сейчас они все прям кто свободен и кто чем бы не занимался кто кто бы никакой профессии не был у них прям первостепенная задача это будет дезактивация почву я не знаю почему так но вот и и так настроен а вот наше новое приобретение пока они там копаются давайте я мог покажу это у нас центр сортировки про которые вам рассказывал большое здание в котором работают сразу несколько сборщиков не сборщиков пардон несколько сортировщиков и которые ищут все сразу то есть это в какой-то степени должно работать более эффективно сейчас давайте посмотрим чего не ищут вот смотрите допустим сейчас тут работает пять человек и сейчас у меня ограничено производство тканей и пластика потому что у нас их очень много ткани максимум пластика тоже максимум я 60 ограничил пока что не больше не собирали они ищут электронику и металл и в пятером они мне найдут четыре штуки электроники и четыре штуки металла так черт опять идет песчаная буря до идет песчаная буря вон она у нас на карте красной линии обозначена давать на нее глянем вон она он она несется но как несется в меру своих возможностей несется но она нам особо не навредит на нам особо не вы не навредит так что мы пока по этому поводу не паримся я поставил также 2 дожди сборник но как видите вот она здесь уже кстати вся вода чисто и и очистилась а вот это новая вода которая с новых дождей было видите она прям очень сильно заражена но благо у нас уголь еще остался в водонапорной башни и она воду сюда собирает с этих с этих мест так сказать также у нас работает один колодец поэтому мы переживаем засуху вообще без б так что у нас на очереди как помните мы в прошлый раз с вами нашли старую старую теплицу в которую нам нужно отправить снова экспедицию я все-таки выяснил как но более-менее нормально разобрался как экспедиции работают из там я по моему рассказывал но повторюсь еще раз смотрите здесь нам указывается кто нам нужны и что нам нужно чтобы так сказать вскрыть эту теплицу нам нужен человек с достижением фермера то есть человек который работал фермером там четыре года по моему что ли и у всех должны быть инструменты излома именно излома потому что видимо инструменты из металла здесь каким-то образом не подходят я не знаю как это устроено но вот так поэтому у меня сейчас техники заняты производством производством излома а их 53 ничего себе так можно запросто все собрать окей тогда их надо поменять на инструменты из металла все опять накрыла не еще не видно ничего не видно кстати наверное электростанция перестала работать да нет она кстати накапливает все равно она все равно накапливает батарейка у нас полная это отлично да у нас теперь все здания смотрите в поселке запитанный электричеством ну кроме кладбище потому что в логичу она по моему она не нужна нельзя подключить к электросети да как видите и у нас у каждого здания видите теперь производство днем 150 процентов вместо 100 а ночью производство 100 процентов вместо 50 поэтому у нас еще лучше сейчас стало с производством вообще всего и это круто это круто это прекрасно это нам поможет выжить наверно и так у нас много ресурсов кстати давайте мы улучшим 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 наш городской центр ну а почему нет собственно говоря это просто увеличит местный склад этот вагончик у нас тоже используется как склад плюс здесь появится костер какие-то лавочки которые у нас поселиться смогут использовать для развлечения для развлечения а пока давайте давайте найдем фермеров фермера 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 достижения так у этого нет пардон она и не фермер собственно говоря она старьёвщик а где фермеры что-то где-то стучит а это они ходят чинят во первых строителей после всего этого во вторых они строят вот угольную печь нам все угольная печь построена давайте жечь уголь давайте жечь уголь лет там пока все справляются у нас еды немерено прямо на не заканчивается я хочу потом следующую серию сделаю я разовьюсь человек до 100 населения и посмотрим как это будет влиять на производство пищи там и так далее и тому подобное сколько для этого всего нужно будет ночью интересно же интересно так давайте уберем одну старьёвщика добавим одного углежога чтобы он обжег уголь чтобы у нас был уголь на производство защиты потому что угольные маски у нас кончаются так все засуха кончилась вода сейчас должна появиться он уже сажает вишни у нас растут вот сейчас мы на я надеюсь что мы с вами в теплице вот в этой как раз таки найдем какие-нибудь семена слышите вот идет кстати щелчки это щелчки типа счетчика гейгера показывает что мы смотрим на зараженную область вот на вот эту она пищит так 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 давайте нам нужно найти пока давайте пометим что приостановлено нам нужно найти фермеров я вот пока не понимаю как их как искать здесь как-то можно здесь как-то можно формировать это дело вот ты фермер да что ли да он фермер но почему-то идет к леснику у него так же нету еще смотрите достижения почему-то он еще молодой блин надо ждать какого-то старого фермера вот этого есть внутри лучший добытчик лома давайте тогда подождем когда появится фермер с достижением и продолжим дальше я пока тут ждал я понял одну очень интересную вещь когда мы назначаем пардон не туда когда мы назначаем какого-то поселенца на профессию он не занимает эту профессию вечно они периодически меняются местами из-за этого мы и замечали что у нас представители не той не той профессии занимались каким-то делом то есть там фермеры носят воду и так далее сейчас я это стал замечать сейчас если мне это получится я вам покажу смотрите вот он фермер вот у него есть текущая профессия а иногда появляется следующая профессия то есть смотрите вот он фермер сейчас он занимается сейчас фермерством но у него достижение стоит сортировщика и вот это вот конечно жесть это конечно жесть поэтому приобретение приобретение скажем так какого-то определенного достижения она стала не таким простым и не таким закономерным как их посмотреть где-то какой-то найти список поселенцев он кстати должен где-то быть надо его поискать вот он наверное вот здесь это нет семья запасы запасы все это запасы не знаю что запасы это все это то что он несет все несет на себе какого-то списка общего поселенцев с их достижениями и так далее я не нашел поэтому это придется все искать руками и пока тогда наша теплица подождет но у нас есть еще одно исследованное исследованные руины вот эти развалины склада и здесь нам то что ты выберись блин и тут нам для экспедиции нужны всего лишь инструменты из металла которые у нас есть поэтому давайте мы соберем экспедицию давайте возьмем двоих водоносов возьмем возьмем давайте одного одного фермера вот этого но она блин а старик она может сдохнуть быстро вот давайте вот этого фермера возьмем одного лесника давайте возьмем в костюме смотрите у него костюм остался еще лето новый я щас как раз поставил крафтится костюмы именно потому что они живут намного дольше чем противогаза или маски давайте возьмем сортировщика и возьмем но не знаю вот рыбака допустим все на всех инструменты из металла а так вот как очки действий то делать ёпы рс и т то есть на очки действий нам нужно просто больше экспедиционных пайков да ну давайте попробуем там наверно одну очку действий может давайте попробуем хорошо 2 сделаем да все начать экспедицию отлично отлично все сюда мы отправили экспедицию они сейчас должны начать собираться туда ой кто-то умер кто-то умер надеюсь не из тех кто должен был отправиться в педицию так экспедиция готовится окей давайте мы мы возьмем кого-нибудь кто не сильно нужен вот давайте двоих старьевщиков возьмем 1 отправим фермером работать а 2 отправим еще разведчиком давайте даже чтобы было быстрее что было быстрее еще одного сортировщика кинем разведчики чтобы не быстрее нам собрали 12 единиц все ждем отлично у нас чуваки собрали все вон если видите они он несут ящики и из них у них получаются рюкзаки сейчас они соберутся что такое где щелкает блин это у них тут на экспедиционном посту что ли что-то щелкать такой окей все тыс отправились ребята отправились ребята отлично значит разведчиков можно двоих убрать для их убрать и распределить их по работам один в охотников один сюда один близне к всем отлично а близне к не ушло так вот давайте проследим за ними вот они идут шестером там один старик оказался главное чтобы он не помер во время этой экспедиции по крайней мере пока они до туда не дойдут так вот кто-то помер тру пока нету на пути следования нет тур пока нету значит это не он а что это не он так им идти еще немного осталось кстати давайте давайте ребятки давайте все отлично они дошли они дошли что сейчас будет что сейчас должно быть так все а вот они просто начали просто расковыривать это все да без каких-либо там величие а вот мы на месте да как и сказал разведчик тут старый склад как минимум лома наберем будет ли еще что-то кто знает может нам повезет все давайте окей разбирайте так так разграбить и вернуться нет у нас есть одно очко действия 2 очка действия осмотритесь хорошенько а вот и старый грузовый контейнер которым говорил разведчик он заперт а у нас собой нет инструментов попробуем открыть сил смысле у вас нет инструментов как это нет инструментов смысле то то да да должны же были быть так отлично грузовой контейнер давай продолжить он старый ржавый но голыми руками это сделать не просто экспедиция не смогла выполнить поставленную задачу мы его открыли контейнер наполнен аутентичными народными костюмами так написано на ярлыках судя по всему это производили на другом конце света и везли сюда чтобы продать по дешевке капитализм и глобализация да неудивительно что предки погубили планету мы нашли 17 единиц ткани ну окей так это действие завершено мусор мы собрать уже не можем потому что не хватает да все разграбить и вернуться так подождите это вот а это вот так все разграбить и вернуться все отлично ну не то чтобы прям совсем отлично но по крайней мере мы поняли как работают экспедиции его я потерялся я не в ту сторону не в ту сторону ушел ой как непривычно непривычно смотреть на свою деревню с другого ракурса но такое тоже есть так но они набрали ткани в принципе что ну лишним не будет по-любому наверно а давайте добавим маленько лимитов на ткань чтобы было куда она не все равно куда-то сложит это же лимиты производства они все равно куда-нибудь сложен так я все-таки не понял как им дать инструменты я вот но я не понимаю вот давайте попробуем сейчас так экспедиция отсюда свалила все она она идет домой найдет домой вот допустим здесь нам нужны инструменты из металла на всех то есть это нужно смотреть у кого еще какие инструменты в руках или чё или нам нужно чтобы у нас закончились инструменты из металла и они взяли только инструменты из лома их же нельзя заставить руками просто ну где-то наверное же я не знаю можно им что ли вручить какие-то отдельные инструменты и по-моему нельзя такого сделать я вот не помню ой смотрите а у нее два достижения достижения водоноса и и достижение следователя присваивается за большую за большую часть времени работы в профессии как исследователь ничего себе прикольно у нее еще образование нет чтобы за человек необразованная тварь все-таки пока экспедиции по крайней мере настройки экспедиции остаются для меня остаются для меня некоторые из некоторой загадкой то есть смотрите здесь у нас так что-то приятное время экспедиции новорожден ребенок электричество вода еда посетил рынок вот видимо зачем нужен рынок чтобы у них настроение улучшалось наверно поселенец посетил могилу близкого а то есть это еще тоже настроение добавляет интересно посетитель пасть полить поселенец был в пивной о пивнуху наделать поселенец было костра так лучевая болезнь дом поселенца поврежден поселенец страдает от эмоционального стресса здесь ничего не указано какие у него в руке инструменты вот здесь может как-то это указывается я не знаю нет да пока экспедиции все-таки остаются для меня загадкой но факт мы сделали мы попытались мы смогли вот это конечно так не открыть просто но вот это убежище я думаю там сто процентов там есть что-то ценное и мне кажется это надо сделать обязательно тут смотрите кстати я замутил поле с пшеничкой с пшеничкой пшеничка у нас растет это отлично и пшеничку мы с вами строим для там о собираемся для того чтобы вай что такое экспедиция вернулась прекрасно все экспедиции вернулась все за работу 7 человек блин халтурит так двоих в лесники двоих в портного техник там справляется вполне его можно даже убрать инструментов дофига верните на место травника пусть собирает травки учитель есть рыбака давайте одного и сделаем один охотник есть еще собирателя добавим одного еще двое водоноса но и строителя тут чинить много надо все отлично я все-таки почитаю в туториале как правильно запускать экспедиции потому что я не понимаю он сказал что у них не было инструментов но при этом у нас инструменты есть что из металла что излома по 52 штуки и того и того по я не понимаю не понимаю что у них произошло такое почему они не смогли к собой взять но почему-то не смогли карманы видимо маленькие рюкзаки надо им побольше сделать но вот смотрите здесь нам понадобится эффект снаряжения инструменты излома то есть все все должны быть с инструментами излома а у всех ли они есть меня вот вопрос но вот хорошо у тебя что то есть в кармане нет надо к это опять он как я попал на него снова тоже ничего нет люди вы где вообще все кто-нибудь хоть не старый так портной взрослый вот хорошо тоже непонятно чего у него есть нигде не отображается наличие у него каких-либо инструментов это очень странно возможно это какая-то недоработка всякая может быть о кстати смотрите мы снова можем улучшить давайте лучше посмотрим как он выглядит давайте дождемся как когда улучшит и посмотрим ухты вот это нифига себе вот это нифига себе они построили третьего уровня улучшения не было точно по крайней мере до последних обновлений смотрите-ка мощно и сейчас все-таки нам показывается для чего он используется ухты о смотрите поиск выживших какой-то появился и смотрите он тоже используется как дом этот фургон тоже используется как дом здесь живут вот у нас два персонажа два строителя причем интересно да вон там в будке какого-то пацана видно пацан пацан ты чё тут делаешь не ходи здесь здесь дует здесь также есть склад на который все складывается и тут можно посмотреть статистику различную но не хватает общего какого-то списка поселенцев с их навыками с их достижениями это было бы очень полезно вот к примеру она фермер достижения в нее нет у этого нет у этого нет здесь достижение водоноса достижение сортировщика сортировщик достижение фермера так тут и роман романы 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 роман и ромка короче будет давайте отправим попробуем все-таки и отправим так романы роман адеке пары с это вот она достижение это указывается и два дебила кусок а ну ничего ладно так отправляем и инструмент инструмент о господи боже мой неужели я настолько тупой ребята а вот серьезно вы посмотрите и это инструменты излома это указан минимум что нужно нужны инструменты излома можно назначить любые вот я олень вот я олень и смотрите здесь можно не обязательно кучу народа отправить в экспедицию здесь можно отправить блин одного человека вот серьезно 1 но давайте 1 его отправлять не будем давайте отправим хотя бы не знаю хотя бы так это старики это все старики не знаю давайте отправим молодых так вот тебя и допустим и допустим не знаю допустим тебя александр а давай александр а ты молодец давай все экспедиция из троих человек ушла я-то думал обязательно максимум набирать экспедицию максимум 6 человек а не обязательно это видимо только вот для таких вот для таких вот нихеров миссий где нужны для всех инструменты один исследователь один собиратель один медик и техник интересно интересно ладно ждем когда они соберутся и посмотрим что они там смогут сделать да смотрите появились вместе с экспедиционными пайками еще инструменты отлично у нас все принесли сейчас у нас собираются наши человечки собираются наши человечки они собираются в экспеди опа на это что такое это что такое это здание производит облученные ресурсы ох ты ж нихера себе ох ты ж нихера себе и чё это достигнуть лимит производства ресурса твою мать склады полные склады полные нужны еще склады нужны еще склады но окей построим еще склад чё теперь чё теперь если нужно а можно кстати улучшить вот этот улучшить его нельзя ну и кейс тогда строим еще один вот ну допустим вот здесь я давайте строить вот это в первую очередь строители у нас вот кстати двое еще освободилось точнее повзрослела по моему 0 и освободилась не знаю давайте сразу троих накинем чтобы они нам построили пивнуху которую я наконец-то заказал построить и новый склад новый склад что-то не хватает древесину не хватает куда делось все дерево у меня железняки сажают они засадили весь лес но теперь не рубят нифига и что-то я за памятного маленько так давайте мы их это пока пусть растет они пусть просто рубят и пускай просто рубят вот отсюда все отлично потом мы там посадим уже а не туда тыкаю нет туда тыкаю так все у нас экспедиция пошла до экспедиции я все пошла или чё они еще собираются только они еще только собираются да вы чё блин олени ленивые так все отлично все вот они втроем они ушли в теплицу я надеюсь они там найдут новые семена да я мной надеюсь они там найдут новые семена потому что в принципе ну чё еще там может быть в теплице как не новые семена главное не помрите по дороге пожалуйста это я вас очень прошу так давайте давайте ребятки давайте давайте порадуйте меня порадуйте меня чем-нибудь хорошим отлично радует но как и сообщил нас разведчик железки всякий мусор нам поискать что-то конкретное или просто собрать весело бы уходить так ищите семена и растения которые мы можем использовать выглядит не очень интересно но мы все проверим выглядит не очень интересно да ты охренел мужик так все значит а еще в окрестностях можно что-то поискать так обломки окрестности а ну ладно давай продолжить мы нашли новые семена для наших полей тыква отлично этот специалист по сельскому хозяйству помог очень важно собрать брать с собой правильных людей о да мужик ты прав ты прав давайте еще вот здесь а ищите о они еще и травки здесь растут такие травы которые мы можем использовать для приготовления лекарств это фигня все да прекрасно разграбить и вернуться все все забираем все забираем травы семена они нашли все домой ребята отлично вот эта успешная экспедиция это круто это прекрасно отлично невероятно складывать пока некуда так стройте склад сейчас древесина древесину сейчас принесут подождите маленько я принесу древесину окей отлично это наша первая успешная нормально запущенная успешная экспедиция наконец-то я блин выдумался все-таки тормоз я конечно я уже не раз об этом говорил но чё поделаешь приходится с этим жить а так у нас еще один повзрослел человек я не знаю даже куда его отправить в лесники давай пусть будет у нас много дерева а кстати нет это еще не построена это еще не построена я не знаю а древесин не хватает ну да все верно все верно окей ладно у нас пока все очень круто я попробую добить население прям до максимума и сделаю следующую серию а пока всем огромное спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал и увидимся в следующих сериях and zone пока пока